Здравствуйте! Рада вновь приветствовать вас на Всероссийском открытом родительском онлайн-собрании. С вами сегодня я, Тутта Ларсен. Наш проект создан Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. В первом выпуске мы встречались с вами, чтобы обсудить тему социальных сетей. Эфир сохранен в официальной группе ВКонтакте Министерства просвещения и на сайте открытыеуроки.рф. Тема этого выпуска – колледж или университет. С экспертами в студии поговорим о том, когда лучше выбрать направление среднего профессионального образования, а в каком случае рассмотреть обучение в ВУЗе. Какие плюсы и минусы есть в обоих направлениях и как помочь ребенку с выбором профессии. Исследования показывают, что больше 50% школьников не знают, кем они хотят стать в будущем. Для многих подростков решить, куда поступать, какую профессию выбрать, бывает крайне проблематично. По ряду причин. Кто-то проявляет разносторонние интересы, кто-то ориентируется на статусные профессии, но не имеет к ним предрасположенности, кто-то идет путем наименьшего сопротивления, боясь сложных экзаменов, а кто-то идет на поводу у общественных тенденций. Чем руководствуются подростки, выбирая ВУЗ или колледж? И достаточно ли хорошо они знакомы с образовательными траекториями? Мы решили спросить на улицах разных городов нашей страны. Я учусь в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. Я выбрала этот университет, потому что хочу добиться в экономике чего-то. Я учусь на экономиста. Я планирую поступить в Ухтинский государственный технический университет на направление нефтегазовое дело и проектирование газовых сетей. Я знаю, какие направления хочу, а в ВУЗе еще, думаю, целый год есть. Учусь я на втором курсе, выбрала институт, потому как специальность, на которую я хотел поступить, имелась только в этом университете. И мне не осталось других выборов, кроме как пойти туда. Например, я свою дочку почему сказала идти в колледж? Так как бюджетная организация, стабильная организация. Чтобы идти в колледж, надо уходить после 9 класса. Высшее образование есть высшее образование. И высшее образование это будет вам, ну, как бы, класс зарома в жизни. Колледж это, как бы, ну, такое. С первых классов было понятно, что так принято, что надо получить высшее образование, и без него, скорее всего, ты не сможешь работать на профессии, должности, которые тебя получают достойно. Какая тогда разница между колледжем и ВУЗом, на ваш взгляд? В колледже человек приобретает практические навыки, то есть что-то такое связанное с рукоделием, прикладные, так сказать, навыки. А в ВУЗах как раз-таки обучают эффективных менеджеров. По крайней мере, в медицинском колледже требуют значительно больше дисциплины. И хочу сказать, что педагогический состав относится к студентам, ну, наверное, больше, как к детям. Можно быстрее выучиться и зарабатывать. Молодежь сейчас вся насоленна до деньги. Рабочие профессии нужны тоже будут всегда. Колледж, ПТУ, техникум, по твоему мнению, одно и то же? Да, везде, как бы, и в колледже, и в техникуме, и в ПТУ рабочий класс, то есть электрики, сантехники и так далее. Нет, наверное, ни одно и то же. А чем отличаются? Ну, хотя вообще-то и в ПТУ преподаватели как бы нормальные были. Слушайте, не знаю, может и не отличается. Я не интересовалась данным вопросом, потому что собиралась после 11-го поступать. Я думаю, что вуз это более престижно, потому что все-таки это как бы другая ступень образования. Личные их цели, я говорю, надо поддерживать. Любые начинания пусть пробуют, а там что получится. Дети – наше будущее. Такая правдивая, но высокопарная формулировка возлагает огромную ответственность на плечи подростков. С одной стороны, они хотят оправдать надежды родителей и общества. А с другой – теряются в выборе профессии, не всегда имея возможность сделать осмысленный шаг, определяющий всю их дальнейшую жизнь. Я приветствую у нас в гостях эксперта. Человека, который поможет нам разобраться в теме. Первого заместителя министра просвещения Российской Федерации Дмитрия Евгеньевича Глушко. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. Добрый день. Что сегодняшнему ребенку и родителю делать? Как выбрать между колледжем и вузом? И правда ли, что большинство из нас даже не знает, чем вообще отличается ПТУ от колледжа, от техникума? И все по-прежнему мечтают поступить в высшее учебное заведение, хотя, может, это и не очень сегодня актуально. Наверное, начнем с того, что ПТУ не существует уже, как в понятиях. Вот, видите. Несколько лет как. Второе. Сегодняшний современный колледж – это передовое производственное место, очень часто оснащенное и оборудованное значительно лучше, чем самые современные промышленные предприятия, либо предприятия-сервисы. И для того, чтобы это увидеть и в этом убедиться, любому родителю, как самому или со своим ребенком, стоит сходить на чемпионат профессионального мастерства молодые профессионалы в WorldSkills России для того, чтобы увидеть. Потому что площадка, на которой соревнуются молодые профессионалы, она отражает, является прямым зеркалом того, как сегодня устроен колледж. Мне кажется, или тема колледжа по-прежнему остается такой немножечко непонятной для родителей, да, может быть, и для самих ребят. И, ну, принято считать, что вуз – это престижно и круто, а колледж – ну, это так, только для тех, кто выбирает какие-то прикладные или технические дисциплины. Мне кажется, что это больше опасение самих родителей. Потому что мы видим, что порядка 60% выпускников девятых классов идут поступать в колледжи. Если бы они от своих сверстников, которые годом, двумя годами раньше не поступили в эти колледжи, не слышали, что там действительно хорошо, интересно и полезно, то такого потока бы сюда не было. При этом мы видим, что количество выпускников колледжей в первый год окончания, их количество поступающих в этот же год в университет значительно сократилось. Многие годы все говорили, что дети идут в колледж для того, чтобы сбежать ЕГЭ. И пять лет назад 30% выпускников колледжа сразу же в этот год на основе этого диплома ИСПО поступали в университет. В предыдущем году их сократилось менее 15%. Ребята, получая компетенции, значительно быстрее на рынке труда начинают адаптироваться, начинают зарабатывать собственные деньги. Они, конечно, дальше поступают в университет. Мы видим, что эта тенденция переходит в заочное обучение, либо обучение уже более осмысленный выбор при этом осуществляет, потому что они поступают через год или через два. И мы видим, что большое количество ребят стало оформлять свой статус как самозанятых, особенно те ребят, которые обучаются по компетенциям в сфере IT. Здорово. А с недавних пор самозанятым можно становиться с 16 лет. Совершенно точно. Замечательно. А что еще государство делает, чтобы эти сферы стали более привлекательными для молодежи? Во-первых, происходит очень сильное переоснащение учебно-производственных мастерских в колледжах. У нас есть задача создать 5000 современных производственных мастерских. Что это такое? Еще раз повторю, что это современное рабочее место, которое с точки зрения не просто наличия какого-то современного модного оборудования, которое только-только выходит на рынок. Но в первую очередь это в целом формирование комплексного рабочего производственного места, парикмахера, токаревого станка с ЧПУ, техническое обслуживание автомобилей, или пускай это будет повара, но оно будет оснащено сегодня в колледжах уже так, чем это на самых передовых производственных площадках. Если мы возьмем и промышленные предприятия. Как пример, несколько лет назад достаточно активно на рынок стали выходить пара конвектоматоров, которые позволяют повару готовить... Вы знаете, как хозяйка, что это такое. Да, мечта. Был момент 5 лет назад, когда не только в школе, в колледжах Москвы, но и непосредственно в Москве, их было условно 55, а в ресторанах Москвы их всего стояло 5. То есть вот опережение очень часто в колледжах сегодня, во многих у нас направлениях подготовки, очень сильно опережает то, что действительно есть на производстве, на реальном рынке труда. А второе — это переподготовка самих мастеров производственного обучения. Вот недостаточно самого лучшего оборудования для того, чтобы человеку сформировать профессиональные навыки. Важно, чтобы тот, кто формирует профессиональные навыки, был лучший в этих компетенциях. Поэтому мы занимаемся уже в течение нескольких лет переобучением мастеров производственного обучения. А их переобучение происходит не теоретическое, а точно так же практическое. Это абсолютно практическая подготовка на лучшем производственном оборудовании у лучших мастеров, у лучших преподавателей. И эти преподаватели, мастера, сами сдают свой практический демонстрационный экзамен, публично подтверждая, что он действительно этими навыками владеет и способен их дальше передавать другим молодым людям. И третье. Мы очень быстро актуализируем требования к профессиональным компетенциям, используя, развивая экспертное сообщество. А в экспертном сообществе в целом по всему сегменту специальностей, которых мы осуществляем подготовку в ИСПО, уже порядка 150 тысяч человек. Это люди, которые... Опять, эксперты для нас это не теоретики, а практики. Люди, которые лучше других умеют быть поварами, фрезеровщиками, видеооператорами, звукорежиссерами и так далее. Вот кто-то экспертное сообщество. И через развитие этого экспертного сообщества мы в программы обучения, в ИСПО, сегодня достаточно оперативно погружаем те навыки и требования к профессии и к умению работать со сложным оборудованием, которые только-только сегодня на рынке производители формируют. Вот, кстати, к разговору о компетенциях. Ведь рынок труда и вообще вот этот весь профессиональный ландшафт сейчас очень стремительно меняется, и возникают новые профессии, о которых, например, родители будущих профессионалов даже не подозревают. То есть, ну, кто мог подумать о том, что блогер это станет профессией еще там несколько лет назад? Или какие-нибудь дисциплины, связанные с IT, там, я не знаю, дизайнер компьютерных игр, например, да, или каких-нибудь там 3D-ландшафтов для специальных там каких-нибудь приборов. Как, с вашей точки зрения, дальше будет это меняться? Какие могут отвалиться совсем профессии? А какие новые профессии сегодня вам кажутся перспективными? Знаете, я тоже читаю иногда прогнозы людей, которые делают долгосрочные прогнозы, что та или иная специальность вдруг пропадет или исчезнет. Мне кажется, что это очень спорно. Нужно рассматривать, что действительно формируется требование к человеку как к носителю уникального набора компетенций. Он может быть и парикмахером, он может быть и поваром, он может быть и токарем, и сварщиком одновременно. Вопрос количества компетенций и глубины в них погружения и профессионального мастерства в каждое из них, он особенный. Это формирует его уникальные возможности на рынке труда, с помощью которых этих компетенций он будет, во-первых, приносить пользу предприятию, либо самому себе, и в том числе финансово в том числе. Поэтому сказать, что отвалится, а что вдруг появится, достаточно сложно спрогнозировать. Другое дело, что система профессионального образования должна очень внимательно как раз к этому относиться и через экспертного сообщества очень быстро изменять свои программы, давая такие компетенции. Ну, например, несколько лет назад все о конечном фантастическом говорили оператор беспилотных летательных аппаратов. А сегодня оператор беспилотных летательных аппаратов, он востребован в различных отраслях экономики и в геологоразведке, и в лесотушении пожаров, в кинематографе, где угодно. И это крайне востребовано. И мы очень быстро через экспертов сумели сформировать содержание программы обучения, требования к рабочему месту, на котором обучаются, и критерии оценки этих, навыков. Вот этому мы должны учиться, должны достаточно быстро погружать. Но все, что связано с IT, вообще изменяется очень быстро. Год назад начали говорить о блокчейне, а сегодня потребность у этих специалистов, она на рынке очевидна. Несколько лет назад все задумывались о информационной безопасности, а сегодня мы в колледжах начали готовить специалистов по информационной защите от внешних и внутренних угроз. То есть вот система СПО, среднепрофессионального образования, она значительно быстрее может реагировать на требования рынка к появлению новых компетенций, новых специальностей. И за счет коротких программ может давать возможность развивать свои компетенции человеку не только, который сегодня закончил 9-й или 11-й класс, а который уже достаточно давно на рынке труда. И эти компетенции понадобятся и вам, и мне, и мы с вами точно так же их изучаем. И последний вопрос. Что бы вы посоветовали сегодня родителям детей, которым предстоит выбрать, куда поступать, как вообще двигаться по жизни, какой профессии отдать предпочтение? Мы все сейчас, я тоже мама 9-й классника, находимся в достаточно серьезном стрессе. С одной стороны, огромное количество возможностей, с другой стороны, мы видим, что дети и сами запутались, и немножко потеряны, и растеряны, и слишком большое давление на них, и слишком сложно сделать выбор, и понять, кто ты есть и чего ты хочешь. Вот как нам всем научиться в этом море возможностей плавать безопасно и экологично выбрать свое направление? Я вот лично убежден, что нужно давать возможность ребенку выбирать то, что ему хочется делать и пробовать себя. Нельзя его заставить стать, не знаю, строителем, быть строителем, либо работать в Роскосмосе. Я видел таких родителей, которые настойчиво от ребенка требуют идти, потому что вся семья работает в Роскосмосе. А ребенок хочет заниматься совершенно другим, например, как раз гейм-дизайном. И ребенку не нужно бояться пробовать себя получать те компетенции. И повторюсь, что набор уникальных компетенций у человека, он и позволит сформировать его уникальную востребованность на рынке труда. И рассматривать получение образования в колледже либо в университете как конечное на всю жизнь, мне кажется, уже давно эта эпоха прошла. Это лишь первый этап знакомства с профессиями, поэтому в школьном возрасте нужно давать возможность ребенку как можно больше собственными руками потрогать ту или иную профессию. Для того, чтобы он понимал, что его рабочий день будет заключаться в том, что он целый день, например, будет сидеть за компьютером, либо что он целый день будет стоять у плиты. И то, что кажется привлекательным и интересным на первый взгляд, может быть востребовано и интересно только в течение полутора-двух часов. Жизнь специалиста или жизнь профессионала, его рабочий производственный цикл, он значительно длиннее. И вот понять, что человек хочет, можно только тогда, когда он не на экскурсию сходил, а собственными руками попробовал быть кинооператором, звукорежиссером, пилотом беспилотника и так далее. То есть нужно как можно больше давать пробовать. Дмитрий Евгеньевич, спасибо. Родители, дети, стереотипы и вопросы, которые ежегодно задают себе почти все выпускники. Стоит ли оставаться в школе после окончания девятого класса? Что лучше, сначала получить специальность и начать работать, или отправиться за заветной корочкой о высшем образовании и отложить начало трудовой деятельности? Давайте разбираться вместе. Образование помогает школьнику развить кругозор, научиться рассуждать, работать в команде, нести ответственность и развить дисциплину. В системе России три уровня общего образования. Четыре класса – начальное общее образование, девять классов – основное общее и одиннадцать классов – среднее общее образование. После окончания школы подросток может получить профессиональное образование. Оно бывает среднепрофессиональным. Это колледжи и техникумы. В этих учреждениях выпускают специалистов, готовых к трудоустройству. В учебную программу заложено много часов практики. В высших учебных заведениях, институтах, университетах и академиях дают в большей степени академические знания. Здесь учеба делится на несколько ступеней – бакалавриат, специалитет и магистратура. Научную деятельность можно продолжить в аспирантуре, а на медицинских специальностях еще и в ординатуре. Во время выбора направления ребенку важно понимать, в какой сфере он хочет развиваться. Так будет проще выбрать образовательную траекторию. Есть несколько вариантов. Например, после окончания школы отправиться в ВУЗ. В этом случае нужно учиться от 4 до 6 лет, в зависимости от направления. Если поступить в колледж после 9 класса, к профессиональной деятельности можно будет приступить через 3-4 года. Кроме этого, можно пойти по другому пути – после 11 класса поступить в колледж, а затем в ВУЗ. Так, колледж или ВУЗ? В этом споре важно услышать желание ребенка и помочь развить его способности. Это облегчит выбор места учебы и позволит успешнее реализоваться в профессии. Наша с вами задача – помочь детям определиться хотя бы со сферой, в которой будет интересно развиваться. Как это сделать? И вообще, готов ли ребенок делать такой выбор в 9 классе? Как помочь выявить круг интересов ребенка и подготовить его к осознанному выбору? Об этом нам расскажет кандидат психологических наук, руководитель отдела профориентации Центра гуманитарной технологии Кирилл Кузнецов. Здравствуйте, Кирилл. Мой сын – девятиклассник старший. И вот все то, что мы сегодня здесь обсуждаем, это прям моя боль повседневная, потому что я вижу, что мой ребенок не просто не может выбрать профессию или определиться с направлением, он вообще ничего не соображает. Он не знает, кто он еще вообще. Он ребенок. И меня это, честно говоря, как маму, конечно, пугает, потому что он в 9 классе, у него экзамены, и по-хорошему через 2 года ему уже надо куда-то поступать, а мы вообще не знаем, куда. И общество как-то давит не только на него, но и на меня. Вся ситуация, она давит. Хронологически мы уже должны во что-то куда-то втянуться и вписаться, а психологически ни он, ни я к этому не готова. Я вспоминаю себя. Я в 12 лет уже решила, что я хочу быть журналистом, поступать на журфак МГУ и начала к этому в 14 готовиться, занимаясь с репетиторами. Говорят, что сегодняшние дети, они вот в основном все такие, как мой сын, психологически не готовы в 15 лет, в 16 лет, в 9 классе принимать такие ответственные решения. Это так? Каждый ребенок индивидуален. Не у каждого ребенка маму зовут Тутта Ларсон, и можно ее наблюдать на экранах. То есть это тоже проблема? Это влияет. Это не проблема, это тоже влияет. Это некоторая планка, может быть, даже для ребенка, для его некоторого самосознания, для его сопоставления с родителем и так далее. Если один из родителей в семье очень успешен, то ребенку еще труднее принять решение, кем стать, да? Да, в любой области. Это задает некоторую такую планку. Ребенок все равно смотрит за своим родителем, за своими родителями, за своим родителем, за своей семьей. И это важно для любого ребенка. Да, даже если дедушка был академик, все равно давит. А, конечно, да. И, конечно же, да, это чувствуется. Ну так вот, вы сказали, да, вот что же такое готовность. Это исследование действительно проводилось в психологической готовности к профессиональному самопределению. И действительно было выявлено, что многие ребята не готовы. Причем был интересный факт в этом исследовании, был отмечен. Там было в исследовании два блока. Первый – это самооценочные, когда ребят спрашивали, вот готов ли ты к выбору профессии, знаешь ли ты, из чего состоит образование, знаешь ли ты устройство рынка труда, чем бакалавриат, анистратура отличается и так далее. Вот. И многие из тех ребят, которые ответили, да, я все отлично знаю, там все отлично будет, я отлично трудоустроюсь, у меня все будет супер. Во втором блоке, когда их реально спрашивали, а вот, вот чем отличается, что это за содержание вот этой профессии, вот эти ребята отвечали, нет, на самом деле они не знают. То есть многие ребята даже не знают, чего они не знают еще пока. Им кажется, что там вот все вот так, а оно там совершенно иначе. Они еще в Лего играют, и из нерфов стреляют в 16 лет. Ну, конечно, да, а мы с вами, мы тоже играем там во что-то. У меня тоже там есть какие-то, да, взрослые тоже могут увлекаться и в компьютерные игры, и во что-то еще. Вот если говорить там прицельно, может быть, про ту ситуацию, которую вы описали, это может быть уже немножечко другой этап. То есть когда ребенок уже начал задумываться, и где-то что-то его, может быть, страшит. Вот, вот то будущее. То есть он увидел, приоткрыл ту дверь и увидел, увидел как бы что там, и, ну, как бы не знает, как теперь там с этим быть, как это все, это смыслит, какие действия предпринять, какие шаги для того, чтобы вот войти, вот, я не знаю, в этот океан, какие посредства использовать. Вот для этого вот первая задача, вот эту дверку приоткрыть для ребят, это вот, знаете, у нас называют точка входа в проформиционное состояние, ну, не состояние, в профессиональное самоопределение, точка входа, когда ребенок вообще начинает задумываться о перспективе, о том, что же там может быть дальше, и что ему, возможно, нужно будет предпринять для того, чтобы добиться какой-то цели, и вообще какую цель перед собой поставить. Я еще слышала, вот вы говорили об исследовании, а я слышала еще мнение, что даже физиологически, даже вот на уровне просто гормональном и на уровне развития мозга и его способности к рефлексии, к адаптации, современный ребенок позже созревает, чем, например, наше с вами поколение, и что у него вот эти вот все нейронные связи выстраиваются примерно только годам к 20, и это обусловливает, например, такую целую эпидемию того, что дети на первом-втором курсе бросают в вузы, потому что они идут в вузы учиться, потому что родители им это предложили, и как-то они не сопротивлялись, а там в 20-21 год они вдруг понимают, что они на самом деле хотят, потому что они дозрели. Есть ли здесь такой момент, что вот, ну, это прямо даже на уровне физиологии работает? Вы знаете как? С одной стороны, да, мы замечаем, что вот это вот возраст возрастления, он увеличивается, но этот процесс, он такой длительный, то есть здесь там 10 лет, может быть, не принципиальную роль играет. Эта проблема отложенного выбора была и раньше. Это еще исследователи 80-е годы это отмечали, что там ребята идут не потому, что вот хотят заниматься вот этим вот, поступают в этот вуз не потому, что хотят вот этой специальностью потом заниматься, а потому, что там это удобно, либо это выгодно почему-то, может быть, или какие-либо еще причины. То есть настоящее самоопределение происходит не до получения профессионального образования, а после, после того, как там вуз или колледж будут закончены. И тогда только вот начинаем задумываться, и там многие ребята, и сейчас, и тогда, что же теперь на самом деле? Конечно же, не все. Здесь это важный момент. И здесь, наверное, важно сказать о том, что не надо вот девятиклассника требовать, и вы об этом говорите, не надо требовать все, определись и все. Во-первых, это процесс самоопределения, потому что и мы с вами уже там взрослые люди, все равно мы продолжаем самоопределяться. У нас вопрос профориентации не закрыт, потому что мы меняем, мы меняем места работы, и это абсолютно нормально. Нам просто для этого нужны основания. То есть изначально не надо вообще давать ни себе, ни ребенку установку, что сейчас ты выбираешь свое будущее на всю оставшуюся жизнь? Да, вот это не совсем так. С одной стороны, конечно же, это так, потому что ты выбираешь, и первое образование, вот если ты не пошел в этот вуз, пошел в этот вуз, значит, не пошел в этот. Значит, оно у тебя будет вот такое, как у нас с вами. Вот ты выпил теперь на журфак, я на психфак, и первое образование у нас такое. Мы можем потом что-то добирать к этому, то есть наращивать компетенции, и это неизбежно в сегодняшнем мире. Это просто необходимо. Любая профессия, даже консервативная профессия. Смотрите, просто здесь получается такой целый клубок проблем. С одной стороны, есть общество, которое стремительно меняется, технологии, которые безумно развиваются, и профессиональное пространство, которое становится все более синтетическим, все более симбиотическим, где уже непонятно, где гуманитарий, где точные науки, где все дисциплины перемешиваются, и человек реально должен занимать несколько ниш одновременно часто. И мне кажется, что эта тенденция будет только усугубляться. А с другой стороны, дети медленнее развиваются, дольше остаются детьми, более медленно созревают. А еще есть мы, взрослые, которые вообще немножечко притормажим, потому что в нашем поколении все эти процессы совершенно иначе выстраивались. Как нам все эти кусочки пазла сложить? Как помочь ребенку максимально экологично начать вот этот вход в профориентационное пространство? Да, ну давайте я на первую часть вашей реплики прореагирую. Про синтез, про синтетический, что такая очень вариативная карьера становится. В этом есть, может быть, некоторый минус, что да, учиться придется всю жизнь, да, надо быть к этому готовым. Вы получаете образование, и к нему обязательно что-то, вот во время даже получения образования, нужно будет заниматься чем-то еще. Более того, наверняка вам придется потом еще учиться, а потом еще учиться. Я считаю, это очень классно. Да, я тоже считаю, что это классно. А почему теперь это может быть классно? Теперь профессиональная жизнь увеличивается. То есть мы теперь можем работать гораздо дольше. То есть за свою жизнь мы уже успеем не одну карьеру сделать, а несколько в разные стороны. И это прекрасно. И надо быть готовым к тому, чтобы добавлять чего-то еще. Вот с востребованным специалистом вы становитесь, и я тоже становлюсь, когда вот добавляю себе какую-то новую там компетенцию. Специю. Да, и да. И тогда мы действительно, да, приращиваем и становимся востребованными. Вот, например, такая консервативная область, как педагогика, учителя. Вот чьи учителя стали очень востребованы, которые освоили навык работы в онлайне с ребятами, и они смогли стать более востребованными. Теперь мы вот про точки входа какие-то могут быть. Вот их может быть много. Обращаться к профконсультантам стоит, может быть, даже не раз. Они помогут вам как бы собрать вот такой сложный какой-то клубочек, вот его систематизировать и, может быть, какие-то наметить вместе с вами какие-то шаги. Надо понимать, что консультант – это рекомендация вам. Принимает решение – это вы. Принимает решение семья, ребенок, ну, семья. Это, может быть, какие-то мероприятия, которые проводятся в школе, проектно-исследовательские работы – это тоже некоторые пробы себя. Это, может быть, работа на каникулах. Я всем это рекомендую делать. То есть начинать работать можно уже в школе. И это родители многие отмечают, что это хорошо, что они сами работали, что это может быть очень неплохо. А есть ли смысл посещать дни открытых дверей в разных вузах? Конечно, но просто беспорядочно, если вы будете их посещать. Наверное, это не очень хорошо. То есть наметить план себе, в какие вузы я пойду, почему я в эти вузы пойду, и подготовиться к этому. Списочек вопросов себе подготовить. Еще один момент я бы, наверное, отметил, если мы говорим про точку входа, родителям, и нам с вами, я тоже родителям, не стоит забывать и про себя, про собственную карьеру. Ребенок смотрит тоже на вас и тоже себя сопоставляет с вами, и учится быть таким же, как вы. Поэтому тоже старайтесь делать, совершенствуйтесь в тех делах, которые вы делаете, и откровенно разговаривайте с этим ребенком. Не надо говорить ему, что вот, все, ты пойдешь туда, потому что вот тебе надо так делать. Вот ты пойдешь, не знаю, в медики, потому что медики всегда будут там востребованы, например. Но рекомендовать, мне кажется, ты можешь быть похожим. Да, мне кажется, у тебя может получиться это дело, потому что у тебя есть какие-то качества. Но нужно быть готовым к тому, что ребенок тебе скажет, нет, я вот чего-то этого совершенно не хочу. Ну, тогда нужно с ним обсудить, какую альтернативу он для себя как бы видеть. А если ребенок ничего не хочет? Ну, здесь нужно разбираться. Так я не могу голословно говорить, потому что причин могут быть несколько. Причина может быть, это вот действительно страх. Когда немножко приоткрылась дверь, я увидел, как там все сложно, как там ничего не поймешь. Образование, много возможностей каких-то, много направлений подготовки. А насколько это направление подготовки соответствует профессии. А для того, чтобы работать в этой профессии, мало одного образования, нужно что-то еще. Лучше я спать пойду. Да, понимаете как? Вот. И нужно помочь просто в этом разобраться, что вообще-то это может быть прикольно. Учиться может быть прикольно. Вот ты когда в вуз пойдешь или в колледж, там может быть тебе хорошо, просто давай найдем это место, найдем, что тебя драйвит, и давай туда действовать. Ну, хорошо. А как хотя бы понять вуз или колледж? Ну, опять же, это индивидуально. Это исходя из тех задач, что ты больше хочешь, что ты будешь делать. Это даже не так важно, вуз или колледж, какой вуз и какой колледж. И чему ты там научишься. Когда нужно начинать на эти вопросы отвечать? В каком классе? Смотрите как. Вообще профинансовый процесс — это процесс. И в разном возрасте разные задачи. Это начинается задолго до подросткового возраста. Это и в начальной школе есть, когда выбираются дополнительные занятия, допустим. Потому что вот у меня сейчас ребенок в начальной школе, он тоже выбирает между дополнительными занятиями так и так. Он уже пытается там думать, а почему я это хочу или почему это? Вот если ему в этом начинать помогать, не говорить «все, ты идешь на физкультуру», потому что это всем мальчикам там пригодится, а значит, пытаться от него вытянуть, почему ему эта физкультура там может помочь, либо какой-то спорт. Здесь, правда, важно не попасться в ловушку, потому что всегда будет соблазн не ходить никуда, как бы ничего не делать. Нет, что-то нужно выбрать. То есть нужно помогать ему развиваться, но вот вектор развития нужно стараться, чтобы ребенок уже начинал сам. То есть в каждом возрасте своя задача. В дошкольном возрасте своя задача. И профориенционная в том числе, она связана с развитием мозга, высших физических функций. Это такой сензитивный, важный очень период. В подростковом возрасте, там в средней школе другая задача. Это выбор уже проектно-исследовательских работ, темы проектно-исследовательских работ. Выбор профиля обучения, дополнительных занятий. В подростковом возрасте уже там 8-й, 9-й, 10-й класс. Это следующая задача. Это выбор уже профессионального образования какого-то. Это уже выбор какой-то стратегии, как я буду действовать. В студенческом возрасте все не заканчивается. Вот я получаю какое-то образование, и что мне теперь с ним делать? Куда его можно приложить для того, чтобы стать... Состояться. Ну, состояться, конечно. Во взрослом возрасте тема абсолютно не закрывается, да. Мы с вами продолжаем развивать как-то карьеру и думаем, куда дальше пойти работать. Нам важно понять, какие основания под этим лежат. Почему я иду туда, и почему я хочу вот сюда. А сюда, допустим, не хочу. Для себя определиться с мотивами. Тут тоже, кстати, может помочь профконсультант. Помочь эту иерархию составить из мотивов хотя бы. Может быть, из личностных черт. Ну, мы так работаем, по крайней мере. Способности учесть какие-то интеллектуальные. И, исходя из этого, подумать, куда, вот как выстроить карьерную траекторию. Фух, спасибо, Кирилл. Честно говоря, сейчас вот эта ситуация с определением профессии, с выбором там, в какую сторону двигаться, после разговора с вами, стало мне чуть больше казаться увлекательным приключением, чем каким-то ночным кошмаром. Ну, отлично, я рад. Я надеюсь, и всем нас слушают тоже. Получается, что чем больше ребенок в детстве освоит разных сфер и дисциплин, тем проще ему будет потом выбирать. Допустим, что с профессиональной сферой определились, а что же делать с учебными заведениями? Какое выбрать? Далее разберем истории наших зрителей. Нам приходит много вопросов и предложений от неравнодушных родителей. Хотим сказать спасибо вам за ваши комментарии. Основываясь на ваших запросах, мы формируем темы следующих выпусков. Также подписывайтесь на рассылку материалов открытых родительских собраний и анонсы проектов Института воспитания. Отправьте свой электронный адрес нам в СМС-сообщение или в любой мессенджер WhatsApp, Telegram, Viber. Номер вы видите на экране. И получайте самую актуальную информацию Института воспитания. После выхода прошлого выпуска мы получили несколько сообщений от зрителей. Сразу после ролика мы встретимся с экспертами и обсудим ваши вопросы. Я захотел поступить в колледж после 9 класса, потому что мне хотелось сменить обстановку. Надоело уже учиться в школе. И хотелось стать самостоятельным в каком-то плане. Я пообщался с родителями и пришел к тому выводу, что для меня будет лучше получить среднепрофессиональное образование и возможность после его получения пойти работать по специальности. Уверенность была в том, что хочу получить высшее образование и в дальнейшем связать себя с профессией учителя или переводчика. Когда я был в 9 классе, я не думал о том, чтобы поступать в колледж. Потому что, как мне кажется, в то время, да и сейчас у многих есть стереотипное мышление во многом о том, что это позорно в каком-то плане. С 6 класса предполагал, что уйду после 9 и пойду в колледж. Потому что я считаю, что колледж – это начальный этап моей будущей профессии. Я считаю, что много плюсов в высшем образовании. Во-первых, это больший спектр возможностей для трудоустройства. И, на мой взгляд, конечно же, преимущество в трудоустройстве будет у того человека, у которого есть диплом. После школы человек выходит с средним полным образованием после двух лет. А я после трех лет, у меня уже есть среднее специальное образование, и я уже выхожу и могу начать какую-то деятельность свою. Только спустя 6 лет я смогу работать. Но в нашем ВУЗе распространены практики летние. Когда учился 4 года на бакалавре, думал о том, что, может быть, было бы и правду практичнее пойти в колледж и получить уже образование, и можно было себе зарабатывать уже на высшее образование. У меня был страх перед ЕГЭ. Это действительно так было. Паника была. ЕГЭ не нужно сдавать для поступления в МГПУ, потому что у МГПУ есть свой экзамен внутренний. И он, наверное, проще, чем ЕГЭ? Разумеется, проще. Первым делом я бы хотел работать по своей специальности, на которой я учусь. И уже в дальнейшем, через пару лет, если будет такое желание и возможность, я хочу отучиться уже непосредственно на врача. После окончания колледжа, я думаю, будет возможно пойти уже работать по специальности и при этом учиться на заочном в университете. После окончания бакалавриата я хочу идти в магистратуру и продолжать обучение, то есть получить законченное высшее образование. После того, как я закончу колледж, я в любом случае иду поступать в высшее учебное заведение. Я не буду останавливаться на этом. Я хочу стать хирургом. И я пойду в высшее учебное заведение, заканчивать его и получать профессию хирурга. Чтобы разобраться, какие все-таки преимущества и недостатки существуют у образовательных траекторий, мы пригласили экспертов. Проректора Российского экономического университета имени Плеханова Алексея Сергеевича Никулина и директора технологического колледжа номер 24 Ирину Васильевну Судебор. Здравствуйте, друзья. Я предлагаю вам что-то вроде дебатов. Мы будем выбирать, какое образование интереснее, может быть, эффективнее, а может быть и то, и другое прекрасно. Итак, нам пишет Екатерина. Она мама девятиклассницы и говорит о том, что ее дочь учится хорошо, с профессией определилась еще с пятого класса. Счастливица. Говорит, что хочет быть воспитателем в детском саду и очень любит детей. И они мучаются с начала этого учебного года, потому что никак не могут выбрать колледж или вуз. Колледж привлекает тем, что не надо сдавать ЕГЭ, но дочь не хочет расставаться с друзьями, так рано выпархивать из школы, хочет закончить 11 классов, при этом не уверена, что сможет сдать ЕГЭ. Чтобы вы посоветовали дочери Екатерины поступить в колледж или продолжать обучение в школе и почему? Послушать зов своего сердца, любит детей, хочет стать воспитателем, педагогический колледж. И на втором-третьем курсе будет практика уже в детском саду, и можно определиться действительно та профессия, которая ей подходит. А дальше уже можно пойти в вуз. То есть смело идти в колледж? В полной мере я не соглашусь, потому что можно пойти в 10-11 класс, попробовать сдать ЕГЭ, потому что в ЕГЭ на самом деле ничего страшного нет. Она может сразу поступить и в педагогический, в том числе в вуз. Даже если после 11 класса она каким-то причинам не сдаст какой-то из ЕГЭ, то и после 11 класса можно пойти в колледж и дальше уже определиться, как дальше остаться, ну, закончить колледж и работать или идти дальше в вуз. Спасибо. Приходим к следующему вопросу. Его задает Анастасия, мама восьмиклассника. Она говорит о том, что ее сын хочет связать свою жизнь с автомобилями, автомеханикой, а папа говорит, что в колледже будет больше практики. Но мама хочет, чтобы сын получил высшее образование. Что делать? Я думаю, что профессия автомеханика есть во многих колледжах, есть такая программа профессиональное обучение без границ, когда школьник, еще обучаясь в 9, 10 или 11 классе, может пойти в колледж и попробовать любую профессию. Пусть родители просто посмотрят на сайтах образовательных организаций. Алексей. Я считаю, что в данной ситуации больше практическая специальность действительно в колледжах дает больше практики. Но тем не менее, после колледжа автомеханика, в вузах, в том числе у нас, в районе Плеханово, есть соответствующее направление подготовки. И ребенок может спокойно продолжить и получить и специальности, получить высшее образование, которое ему впоследствии пригодится, если он, допустим, пойдет на повышение, пойдет в госструктуры, связанное с автомобильным транспортом, с транспортом, с бизнесом. Ну, теперь, Анастасия, у вас будет больше аргументов в споре с мужем. Хотя, если вы хотите, чтобы ребенок пораньше начал зарабатывать деньги, то концепция поступления в колледж от Ирины мне кажется более перспективной. И еще один вопрос про то, как организована студенческая жизнь в колледжах и в вузах. Это тоже волнует родителей. Например, можно ли там развиваться в дополнительных направлениях? Творчество или спорт? Ирина. Конечно, есть у нас кружки, секции. И помимо этого, есть очень много профессиональных конкурсов, в которых студенты колледжей могут принимать участие. И мы знаем, вот сейчас как раз проходят региональные этапы во всех регионах. Такого чемпионата профессионального мастерства, как WorldSkills, и многие студенты с удовольствием принимают участие в этих мероприятиях. А в вузах как? В вузах довольно-таки широко. Я могу рассказать, у нас на площадке РЭЛ очень сильно развита и общественная, и творческая, и спортивная жизнь. Есть своя инфраструктура, это и хоккейная команда, и бассейн у нас есть. Даже вот недавно шахматный клуб сейчас планируется открывать. Я скажу так, студенчество – это очень живое, и площадок масса, которые позволяют развиваться. Вопрос с жильем волнует родителей, чьи дети хотят уехать учиться в другой город. Ну, про вузы мы знаем, что они предоставляют общежитие. А у колледжей-то есть такие варианты? Ну, это все зависит от региона, в котором находится колледж, потому что многие колледжи принимают с различных городов, обучающихся. И, возможно, колледж один, да, на многие населенные пункты. А если взять, например, Москву, то в Москве более 50 колледжей, которые подведомствуют на департаменте образования и науки города Москвы. И еще при каждом вузе тоже есть ряд своих колледжей, в которые тоже могут поступить все желающие. Есть такая волнующая тема общая, которая мешает родителям сделать выбор в пользу вуза или колледжа, потому что есть ощущение, что здесь такое разделение, что колледж дает более прикладные или более технические знания, какие-то и навыки, а университетское, институтское образование, оно более интеллектуальное. Согласны ли вы с этим? И, может быть, что-то действительно в последнее время поменялось, а родители не в курсе? Ну, я бы не согласилась, потому что перечень специальностей и профессий, которые на сегодняшний день реализуются в колледже, он очень обширен. И как профессии технического направления, так и профессии социально-экономического профиля, художественного профиля. Ну и, соответственно, можно выбрать все, что желаешь. Но действительно, что практика у студентов уже начинается с первого, второго, третьего курса. И когда они заканчивают колледж, они практикоориентированы и готовы к трудовой деятельности. Кто испытывает желание продолжить и развиваться в этом направлении, могут поступить в ВОЗ и уже совмещать свою профессиональную деятельность с обучением в высшем учебном заведении? Я скажу так. У нас, скажем, в РЭО созданы непрерывные системы образования, потому что у нас есть и колледжи, и ВОЗ. И, соответственно, наши колледжи имеют схожий спектр направленных специальностей, так же, как и высшее образование. Спасибо огромное. Помочь определиться с выбором учебного заведения могут сайты-навигаторы, на которых собрана вся актуальная информация об учебных учреждениях. Достоверный и полный список российских вузов вы можете найти на сайте ресурса «Поступай правильно». Чтобы получить рекомендации, необходимо выбрать интересующую вас специальность и форму обучения. О востребованных профессиях, которые можно получить в колледжах, вы можете узнать из проекта «Фьючер Скилз», над которым работает команда движения «WorldSkills Russia». Полную информацию об учебном заведении можно получить по сети в «Дни открытых дверей». Там вы можете познакомиться с учебными программами, преподавателями и перспективами профессии. При выборе образования важно понимать, какого результата мы хотим добиться с его помощью. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок достиг успеха в карьере. Рейтинги учебных заведений часто составляются как раз на основе уровня трудоустроенности выпускников. Мы решили опросить работодателей и узнать, какой диплом нужен сегодня при выборе работы. При выборе образовательной траектории важный вопрос, который волнует родителей и абитуриентов, трудоустройство. Выпускников каких учебных заведений предпочитают работодатели? Ведь именно востребованность на рынке труда является гарантом успеха дальнейшей деятельности и волнует выпускников не меньше, чем проходной балл ЕГЭ. Для того, чтобы человек работал в нашей компании, он должен обладать высшим образованием в таких сверхтехнические, медицинские знаниях. Мы готовы взять к себе на работу выпускника кольжа и техникуму, но если будет желание у этих людей работать именно на нашем предприятии и будут основные возможности их проявить себя как специалисты, то, конечно, мы возьмем на себя функцию, мы их доучим под себя. Поэтому нам по большому счету все равно или колледж, или техникум, или ВУЗ. Сейчас мы понимаем, что рынок IT настолько сильно быстро развивается, что ни один ВУЗ, ни одна какая-то другая там, грузовательная программа не успевает за отраслью, я имею в виду именно. Почему? Потому что в ВУЗе это там 4-6 лет потребуется для того, чтобы завести эту программу, по ней выпустить специалистов, и тогда только они выйдут на рынок труда. А в IT-сфере за год, за два может поменяться полностью технология, которая используется. Важно всегда не сам факт наличия диплома, а те знания, которые у тебя есть. Для примера скажу, что порядка там 5-8% в нашей компании это те люди, которые не имеют высшего образования. Сегодня некоторые выпускники школ выбирают альтернативные пути. Профильные курсы, обучение онлайн или заочно. Есть и те, кто берет тайм-аут от учебы, чтобы найти ту сферу, в которой хотят развиваться. Вариантов образовательных траекторий много. Важно найти то, которое будет комфортно и полезно именно вашему ребенку. У нас в студии Антон Владимирович Гуменский, исследователь в области социальной коммуникации, преподаватель МГУ и МГИМО. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, тут. Наш мир стремительно изменяется, каждый день появляются какие-то новости, новые профессии, новые какие-то социальные институты, форматы и в том числе новые формы обучения. С вашей точки зрения, какие тенденции в этом смысле сегодня существуют в образовании? Образование становится много и самого разного. Образование становится доступно независимо от того, в каком месте живет человек и в каком месте находится образовательный институт. Образование очень много в интернете, образование много в масс-медиа. и кажется, что если бы захотеть, если есть желание, то можно научиться чему угодно и когда угодно. Бери и учись. Бери и учись. Я вспоминаю, когда я был студентом, жил в общежитии с соседом, который учил арабский язык. И у меня в первые дни, наверное, но не дольше обучения была убежденность в том, что удастся мне одновременно учить свой датский, который мне достался, и заодно учить арабский, потому что мы начинаем с нуля, мы начинаем одновременно с АЗОВ, и поэтому это же очень легко. Оказывается, что это, в общем, ничего не получилось. Я не выучил арабский, мой сосед не выучил датский. Вот с этим образованием, которое везде, и в интернете, и в масс-медиа, огромное количество прекрасных ресурсов, посвященных сложным, интересным вопросам. Вот несмотря на то, что это везде, все-таки почему-то как-то так получается, что мы не учимся всему. А почему? Человеку все-таки нужен наставник или нужен какой-то уже уровень зрелости и мотивации для того, чтобы чему-то учиться? Кажется, что нужно и то, и другое. Кажется, что нужен и наставник, кажется, что нужна мотивация, ну, а еще в идеале, конечно, было бы неплохо, если бы человек примерно знал, чего же он хочет. Но нет. Такое не бывает. Такого не бывает. И я представляю, какое-то безумно сложное дело человеку после школы, вот когда все это заканчивается, ему уже нужно уже знать, знать, чем он будет заниматься всю оставшуюся жизнь, знать, кем он будет работать до пенсии, чтобы выбрать свое обучение, вуз, колледж или что-то другое. это практически невозможно. И мы с вами оказывались в других условиях. Сейчас что-то меняется. Сейчас можно действительно что-то пробовать. Сейчас можно менять свою траекторию, можно учиться чему-то, потом еще чему-то. Кажется, что сейчас таких возможностей появляется действительно все больше. Да, но вот у меня, например, на примере моего собственного девятиклассного сына, которому в мае исполняется 16, это прям супернаглядный пример, складывается впечатление, что чем больше возможностей, тем меньше мотивации. Причем это не то, чтобы прям вот ему я открыла интернет и говорю, выбирай, сынок, что хочешь, а я и вот и это и приношу в клювики, и репетитор такой, и занятия такие, и курсы эдакие, и вот тебе Creating Writing School, и вот тебе какой-нибудь лагерь там трудовой. Потрясающе. Ну, вообще ничего не стреляет, это ружье висит на стенке. Я до сих пор, и он до сих пор, мы не знаем, куда нам поступать, чего мы хотим. Мы немножко определились хотя бы с тем, что все-таки мы скорее гуманитарий, чем математики. Ладно. Ну и все. Ну и все. А что делать? Это прекрасно, это нормально, это очень хорошо. Я боюсь, что здесь нет какого-то универсального совета, и очень бы хотелось, чтобы эти вопросы решались в диалоге родителей с детьми, и еще, конечно, образовательные учреждения, образовательные проекты в этот диалог с радостью, с удовольствием включаются, и будут счастливы поучаствовать всем, чем могут. Но кажется, что здесь, с одной стороны, универсального совета нет, а с другой стороны, все-таки есть. Это вот этот диалог, и это вот постоянные, вот эти постоянные разговоры. В конце концов, с помощью переговоров удается предотвратить ядерную войну. Так что есть этот хороший, накопленный человечеством опыт разговаривать, разговаривать друг с другом, обсуждать, убеждать, да, и слушать, что тебе говорят, и это, конечно, касается не только родителей, мы привыкли сегодня просвещенные все люди говорить о том, что вот родители не слушают своих детей. Ну, конечно, ответственность лежит и на детях тоже. Ужасно, что на 16-летних плечах лежит эта безумно огромная ответственность. Я представляю панику родителей, которые хотели бы как-то облегчить эту ношу. Это очень сложно. Ну, ничего, это все-таки можно делать и родители, дети друг другу эту ношу облегчают, когда разговаривают. Мне самому приходилось участвовать в качестве посредника, разговаривать с детьми и с родителями, потому что они друг друга, они очень даже хотят, но они друг друга не всегда слышат, не всегда понимают. И порой, да, нужен вот этот третий человек. Кто этот третий человек будет? Будет это близкий родственник, друг, будет ли это учебный проект, учебное заведение? Тут есть много вариантов. Но да, важно, чтобы этот диалог продолжался. Нет ничего хуже несчастных студентов и, соответственно, несчастных родителей. Вам часто приходится сталкиваться с несчастными студентами? Какой уровень мотивации у ваших студентов? Он разный. И да, мне приходится сталкиваться с несчастными студентами и приходится сталкиваться вот как раз с этой, знаете, очень книжной, такой классической ситуацией, книжной или анекдотической. Я учусь, потому что так хотят мои родители. Мои родители мне сказали, вот сидит передо мной студент на экзамене, но он вроде как не глупый, но совсем у него нет мотивации, он явно не хочет, он явно сдался, он ничего не хочет, его ничего не страшит, ни двойка, ничего. Он хочет, чтобы это как-то поскорее все закончилось. Понятно, что никакого экзамена сейчас не получается, но начинаешь разговаривать, что вообще происходит. И тебе человек говорит, я вообще музыкант, супер, что ты здесь делаешь, мы здесь не учим музыки, мы здесь много чему учим интересному, но не музыки, ну потому что вот мои родители хотят. У кого-то складывается отлично, у кого-то дети счастливы от того, что этого хотят их родители, дети счастливы идти по стопам родителей, продолжать там династию, как угодно, у кого-то так, но у кого-то, я не скажу, что у очень многих не со всеми удается поговорить до такой степени, но регулярно мне попадаются такие несчастные студенты, несчастные дети, которые тянут эту лямку, потому что родители хотят, и тут много нюансов, они не хотят обидеть, не то, что их там из-под палки, они не хотят обидеть родителей, они всех прекрасно понимают, они готовы быть хорошими для всех, ну а сам он как-нибудь перебьется. Слушайте, ну здесь хотя бы понятно, ну как бы что делать, да, то есть либо есть человек с мотивацией, и с ним все ясно, либо есть человек, который хочет угодить родителям, и с ним все ясно, но ведь основная масса, они не знают, чего хотят. Да, это точно, да. Вот с этим что делать? Все верно. Учебные заведения сейчас пытаются с этим что-то делать, они очень активно проводят дни открытых дверей, осуществляют различные проекты, такие просвещенческо-образовательные, и очень бы хотелось, чтобы российское законодательство не усложняло эту задачу для и учебных заведений, и образовательных проектов, и родителей, и детей, потому что просвещение, популяризация науки, это очень большая часть, очень большая помощь в решении той проблемы, о которой мы сейчас с вами тут и здесь говорим. Просвещение и образовательные проекты делают сегодня очень много, и их действительно сегодня много, и они отличные проекты из прекрасного, высокого качества, рассчитанные на разные возрасты, и на школьников, и на студентов, и на тех, кто уже окончил учиться в учебных заведениях. Вот, конечно, это очень помогает, это очень помогает определиться, послушать, посмотреть, посмотреть в социальных сетях, что это за преподаватели. А сейчас выкладываются учебные программы на сайты и фамилии преподавателей. Очень здорово, и я советую своим студентам, которые планируют поступать в магистратуру, я советую это школьникам, которые планируют поступать в бакалавриат куда-то, посмотрите, что там за преподаватели, посмотрите, что у них в социальных сетях, интересно ли с вами, вам с ними будет. Это отлично. Слушайте, это очень, вот прямо на острие атаки тенденция, то, о чем вы говорите, потому что поколение зумеров, они страшные индивидуалисты, они привыкли к какому-то, ну, не то, чтобы привыкли, потому что все-таки мир не всегда отвечает на это, но они все-таки требуют индивидуального подхода, они самовыражаются через соцсети, им очень важно, как бы вот, чтобы весь мир был таким, как им это нужно, чтобы, чтобы общение даже с родителями, с педагогами, оно было вот таким вот персонифицированным, то есть это во всем такой инт пошив, да, а образование это все-таки система, которая, ну, более-менее уравнивает всех. Есть ли шанс в умера и у системы образования найти некую золотую середину? Вот как раз то, о чем вы говорите, да, например, начать лично знакомиться в соцсетях? Что касается зумеров, тут два вопроса, что касается зумеров, тут-то и да, и нет. Мы, взрослые люди, можем несколько свысока рассуждать о поколениях, и вот у нас были пепси, или пепси, это мы, я не помню. Мы с вами пепси, мы пепси, да, потом появились кто-то еще, вот теперь у нас есть зумеры, ну, во-первых, они все очень разные, и я бы сказал так, я бы хотел, чтобы студенты, которые сидят передо мной в аудитории, были более разными, чем они есть. Студенты, да, зумеры, индивидуальность, я не знаю, как будто многие из моих студентов об этом не знают, как будто эта индивидуальность проявляется где угодно, но только не в аудитории, только не в образовании, и мне бы очень хотелось, чтобы университеты, университетскую среду, я знаю лучше, чтобы университеты помогали студентам становиться более самостоятельными, более непохожими на других, очень здорово было бы, если бы студенты были как можно более непохожи друг на друга. Исторически складывалось так, что действительно массовое образование было массовым, становилось, его цель была в том, чтобы сделать образование доступным для как можно большего числа людей. Массовое образование нужно было для массового производства, и массовое книгопечатание, извините, привело нас к массовому производству, к массовой культуре, ну то есть это... И к желтой прессе. Ну в том числе, да. Можно проследить вот эту историю увлекательную, можно выбрать какие-то другие объяснения, но да, действительно, задача массовой школы и массового высшего образования состоит в том, чтобы мы все верили, знали примерно в одинаковые вещи, знали примерно одинаковые вещи, говорили на одном языке. Это очень важно для людей, для общества говорить на одном языке, друг друга понимать. Вот это вероятнее всего у формального высшего образования и среднего массового образования останется, и останется, вероятно, надолго. Но, конечно, не только независимые образовательные проекты, но и вполне себе государственные учебные заведения сегодня стараются предлагать как можно больше вариантов. Это в интересах всех. Это в интересах, понятно, учащихся, их родителей. Я надеюсь, что большая часть родителей это понимает. И это в интересах вузов. Вузу выгодно предлагать как можно больше разного, чтобы как можно более разные люди вуз заметили и пришли сюда. Это в интересах вуза, конечно. Спасибо большое, Антон. Сначала сложный выбор после девятого класса. Потом выпускные экзамены в школе и в колледжах. Все это не может не сказаться на эмоциональном состоянии ребенка. О том, как прожить этот период комфортно и пройти его безболезненно вместе с ребенком, нам расскажет Оксана Голерова, педагог-психолог. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Действительно, некоторые дети испытывают сильное волнение по тому поводу, что они даже к окончанию школы, ну или к девятому классу, так и не определились ни с профессией, ни даже с направлением, да даже со своими собственными желаниями, чем бы им хотелось заниматься в жизни. Как ребенку помочь нащупать эту самую свою ниточку, за которую можно вытянуть свое будущее? Это очень важный вопрос, потому что действительно, когда родители внимательно, внимательны к потребностям, к желаниям, к интересам своего ребенка, такой вопрос рано или поздно все равно перед ними встает. Как поддержать на этом пути? Я сразу хотела бы ответить, что процесс выбора будущей профессии – это не то, что происходит за пять минут или за час. Невозможно посадить ребенка и сказать «решай, выбирай профессию». Так это не работает. Это процесс профессионального самоопределения, который идет в течение длительного времени. И, конечно, безусловно, существуют эффективные стратегии выбора профессии будущей, когда ребенок учитывает свои интересы. Например, ему интересна физика или ему интересна биология, когда он опирается на свои знания, на свои предпочтения в определенных предметных областях. Например, я уверена, знаю английский язык или я хорошо разбираюсь в физике. Конечно, важно, чтобы он учитывал и требования рынка труда, и перспективность, и востребованность профессии. Но бывает, что выбор будущей профессии происходит по-другому. Бывает, что в профессиональной династии ребенок с самого раннего возраста видит, как родители в определенной профессии себя развивают, как они себя в ней чувствуют. Бывает, что ребенок открывает для себя какую-то новую область знаний абсолютно неожиданным образом. Он говорит, это мое, и я буду идти. А бывает так, что... Бывает так, что он не знает, чего хочет. А тут еще ЕГЭ, ОГЭ, и все это давит, да мокловым мечом над тобой висит, и над ребенком висит, и ребенка жалко. И, с другой стороны, хочется, чтобы он наконец-то взял себя в руки, наконец-то стал самостоятельным и ответственным, а не происходит этого. Как раз для этого вот каждый выбор, ну, каждый ребенок разный, и выбор будущей профессии тоже уникален для него. Но можно расставить систему ориентиров. Как это делать, да? Если начинать вот с самого раннего возраста, да, там, дошкольного детства, то можно развивать интерес к различным наукам, да, к различным предметным областям. И можно это делать в различных игровых формах. Сейчас, например, в образовательном процессе существуют STEM-технологии, которые позволяют в игровой форме, в доступном для детей виде развивать интерес к, естественно, научным дисциплинам, да, к мультипликации, например, к научно-техническому творчеству. И ребенок для себя в этой точке может поставить ориентир, что, о, наука – это интересно, с ребятами делать опыты интересно, да, интересно все, что происходит вокруг, интересно что-то исследовать. Он приходит в школу, и здесь, конечно же, помогают учителя, да, и здесь можно сделать ориентиры в предметных знаниях. Я уверенно знаю химию, я хорошо разбираюсь в формулах, я хочу знать, там, да, я хорошо работаю с материалом. Это одни ориентиры. А есть еще ориентиры, связанные с профессиональными навыками. Те навыки, которые нужны в любой профессии. Например, умение работать в команде. Возможно. Это софт-скил, да? Да, да, безусловно. Вот, вы абсолютно правы. И когда ребенок видит, что здесь у него получается, да, и мне интересно проявлять свои лидерские качества. Он для себя ставит этот ориентир, и уже в выборе будущей профессиональной деятельности ориентируется на ту сферу, на то профессиональное сообщество, где он может в полной мере реализовать свои потребности. Вы все-таки вот описываете такую очень экологичную, идеальную ситуацию, которая складывается далеко не у всех. Сколько мы слышим драматичных историй о том, что дети заболевают или еще что-нибудь похуже с ними происходят именно в период экзаменов вот этих ЕГЭ и ОГЭ, потому что мы, родители, очень очень сами переживаем и очень сильно невротизируем своих детей этим, да, и нам кажется, что вот ОГЭ и ЕГЭ – это просто финал жизни, да. Вот если после этого, если ты не сдал все, дальше жизни нет. Как нам вообще научиться проживать такие стрессовые ситуации вместе с ребенком, поддерживая его и не скатываясь самим в психоз? Безусловно, то, о чем вы говорите, да, действительно, единый государственный экзамен – это завершение, только завершение школьного образования. И, собственно говоря, это один из этапов, безусловно, важный, но один из многих. Не конец жизни. Конечно. И когда мы это воспринимаем в более долгосрочной временной перспективе, и здесь действительно нужна и помощь родителей, потому что у подростка, насколько он может себе представить свое будущее на год, на два, а на пять, на десять лет ему сложнее. И, конечно, когда родитель рядом и поддерживает его в этом, да, у него есть возможность перекинуть мостик через, да, через эту ситуацию и увидеть, что за ней тоже будет продолжение, да, будут новые свершения, будут новые возможности, где он сможет себя реализовать. И, конечно, здесь помогает не только хорошая подготовка, да, потому что это 80 процентов успеха, плюс положительный, позитивный эмоциональный настрой, плюс, конечно же, те психологические навыки, психологические моменты, которые важно учитывать. Например, умение сконцентрироваться в ситуации экзамена, да, умение работать с информацией эффективно, умение запоминать эффективную информацию. Про это дети могут узнать на тренингах. Например, есть тренинги в городском психолого-педагогическом центре Департамента образования и науки города Москвы, связанные с использованием нейропсихологических методик, да, связанные с использованием различных других техник, которые помогают действительно эффективно при подготовке к экзаменам. Некоторые дети идут в колледж специально для того, чтобы не сдавать ЕГЭ. Стоит ли родителям поощрять такой выбор? Я скорее с вами здесь не соглашусь, потому что много работая по профориентации с ребятами, с выпускниками девятых классов, да, я очень часто слышу, что выбор колледжа скорее обусловлен тем, что важно получить профессию. Вот. И, возможно, это опыт... Снежу, да, конечно. И, возможно, это опыт и родителей, да, которые рассказывают много об этом. Возможно, это и тот опыт, который они уже смогли приобрести, потому что вот как раз до меня спикеры говорили об замечательных программах, которые существуют. То есть, безусловно, это скорее уже выбор будущей профессиональной деятельности и возможность приобретения навыков здесь и сейчас. В общем, если ребенок решил пойти в школу... Если ребенок сам решил пойти в колледж, даже если у него в этом не совсем там понятная мотивация в этом выборе, да, то мы скорее это поощрим. Я хотела бы задать встречный вопрос. Если вы что-то выбираете, и это ваш выбор, важно ли, чтобы его поддержали близкие вам люди? Конечно. И ребенку тоже важно, чтобы его выбор поддержали, чтобы даже если это не выбор на всю жизнь, но это будет его собственный, и это позволит ему быть более самостоятельным, более инициативным и взять, наконец, на себя ту ответственность, которую мы так от них ждем. Оксана, что вы посоветуете родителям, чьи дети в этом году сдают аттестационный экзамен в 9-11 класс? Абсолютно точно я бы посоветовала быть рядом. Я уверена, что они рядом всегда со своими детьми, что они переживают, потому что, ну, вот в моей практике все родители очень переживают за своих детей, все хотят их поддержать. И действительно, быть рядом – это самое главное. Спасибо, Оксана. Задумываться о будущей профессии нужно сильно заранее. И с раннего возраста развивать кругозор ребенка, давать возможность попробовать себя в разных сферах, наблюдать за талантами и природными склонностями, а еще главное разговаривать. Ошибиться не так страшно, как понять в какой-то момент, что выбирал свой путь не сам. Напоминаю, что если вы хотите предложить тему или попросить помощи в решении вашего вопроса, мы с вами на связи. Пишите смс и в мессенджеры – WhatsApp, Telegram, Viber на номер 8-9-6-7-2-9-3-7-9-3-7. Также подписывайтесь на социальные сети проекта в Инстаграме и Вконтакте. Ссылки на группы вы видите на экране. Мы с вами встретимся в апреле и обсудим тему самостоятельности детей, как воспитать самостоятельного ребенка, что вообще значит самостоятельность и самостоятельны ли ваши дети. Как всегда, встретимся с экспертами и зададим вам самые актуальные вопросы. До встречи!